Это программа «День с толком». Подведем сегодня итоги уходящей недели в студии Елены Макаренко. Здравствуйте. Алтайский край, возможно, станет регионом-участником нового зернового коридора между Россией и Китаем. На неделе губернатор края Виктор Томенко совместно с главами других аграрных регионов принял участие в онлайн-совещании с президентом Владимиром Путиным. Речь шла о весенних полевых работах. Посевная кампания сейчас идет по всему краю. Общая площадь около 5,4 миллиона гектаров. За прошлый год закупили более тысячи новых тракторов, комбайнов и другой техники на 22 миллиарда рублей. Алтайский край, говорит губернатор, продолжает работать с федеральным правительством по расширению мер поддержки. Первый транш субсидий – более 380 миллионов рублей – уже распределили между производителями зерна. Еще один примерно такой же перечислят в ближайшее время. В этом году Алтайский край проведет яровой сев на площади 4,8 миллиона гектаров. Самый большой в стране. Все для проведения работ у нас есть. 40% уже засеяно. В течение 20-25 дней наши технические возможности позволяют провести весь комплекс работ. Другой, стратегически важный для нашего края вопрос – участие региона в новом сухопутном зерновом коридоре между Россией и Китаем. Сейчас правительство изучает перспективы и возможности этого проекта. В формировании продовольственной безопасности особую роль играют регионы. Это видно на примере Алтайского края. Мы привыкли, что Сибирь – это нефть, металлы, энергетика. А вот в Алтайском крае сельское хозяйство – основная отрасль. Уровень инвестиций в которую постоянно бьет рекорды. Аграрная продукция региона представлена практически по всей России. И в этом есть заслуга региональной власти и губернатора Виктора Томенко. Добавим, Россия и Китай активно ведут переговоры о развитии взаимовыгодного сотрудничества. Известно, что 23-24 мая премьер-министр Михаил Мишустин посетит Китай с официальным визитом. Там стороны планируют обсудить актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, в том числе и в сфере сельского хозяйства. В Алтайском крае продолжают бороться с пожарами. Только за минувшие сутки ликвидировано 60 возгораний. По данным МЧС, серьезно пострадали от пожаров два алтайских села. Так, в Угловском 18 мая загорелись сразу пять нежилых домов. Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. А ветрища капец. Благодаря слаженной работе пожароспасательных подразделений устранена угроза соседним восьми домам. В Егорьевском районе, в селе Борисовка, также полностью ликвидировано горение нескольких нежилых построек. В результате происшествий никто не пострадал. Площадь пожара в Егорьевском районе была чуть меньше и составила 200 квадратных метров. По данным спасателей, возгорания ликвидировали 13 человек и 5 единиц техники. Предварительными причинами пожаров в МЧС называют неосторожное обращение с огнем в условиях сухой и ветреной погоды. Спасатели предупреждают высоко, а местами чрезвычайная пожароопасность в Алтайском крае сохранится до 22 мая. И просят граждан быть осторожными с огнем. Достаточно ли техники и человеческих ресурсов для борьбы с пожарами на неделе проверил губернатор региона Виктор Томенко. Он побывал на лесопожарной станции Бобровского участка Барнаульского филиала Алтай-Леса. Подробности в сюжете. Лесопожарная станция в Первомайском районе появилась в 2021 году для борьбы с лесными пожарами. 16 единиц техники и 36 человек готовы тушить возгорание на площади 162 тысячи гектаров. При необходимости спецрасчеты выезжают в любую территорию края. Нам дают команду, где-то если возник крупный лесной пожар, в течение 20 минут у нас задача стоит выехать в точку, куда нам сказано. Сотрудники станции могут похвастаться самой современной экипировкой для тушения пожаров при высоких температурах. Есть респираторы, каски, огнезащитные перчатки. Губернатору здесь показали и почти новые современные огнетушители для личного состава станции. Откуда заправляемся? Заправляемся с любого водоема, можно либо с пожарного автомобиля. Если в водоеме предусмотрена такая похожая штучка, то здесь стоит сеточка для того, чтобы вода была нормальной. Станция оснащена и восемью наблюдательными вышками. За ситуацией на территории Бобровского участка всегда следит ответственный человек. Помимо современных видеокамер с высоты 35-38 метров, за обстановкой периодически наблюдают и люди с биноклями. Говорят, из-за задымлений камеры не всегда способны определить возгорание. Тут-то и приходит на помощь человек. Виктор Томенко отметил, что в крае внимательно следят за происходящим у соседей в Сибири и за Уралье. Нынче зафиксировано уже несколько крупных пожаров. Учимся на ошибках и стараемся не допустить таких, отметил губернатор. Мы последние годы, по-моему, неплохо оснастились. Так сказать, наши силы поддержали. Сегодня в крае примерно 7 тысяч человек в разных подразделениях готовы к тому, чтобы принять участие в ликвидации, тушении пожаров лесных, ландшафтных. И еще у нас 8 тысяч добровольцев, в принципе, полторы тысячи единиц техники. Поэтому мы считаем, что все подготовлено неплохо. Но никакие силы и средства не смогут тягаться с халатностью людей. Ведь именно человек, по данным спасателей, чаще всего оказывается виноват в возгорании. Жжет траву, бросает непотушенные спички и сигареты. От каждого жителя региона зависит многое, подчеркнул губернатор. И попросил не оставлять огонь без контроля. Татьяна Голубева, День с толком. А в Барнауле накануне завершился первый этап акарицидной, иными словами, противоклещевой обработки территории. От опасных кровососущих обработана часть скверов и парков во всех пяти районах города, а также все кладбища. Всего за сезон планируют обработать почти 280 гектаров и потратить больше 300 тысяч рублей. Между тем, с начала апреля в поликлинике с жалобами на присасывание клещей обратились более полутора тысяч жителей края. Чуть больше 500 из них – дети до 14 лет. В Барнауле с начала активности клещей они покусали уже 600 человек. Всем пострадавшим, по информации Роспотребнадзора, введен иммуноглобулин. 20 человек клещи заразили сибирским клещевым тифом. У пятерых выявлен клещевой боррелиоз. У троих – подозрение на клещевой энцефалит. Тяжелых форм заболеваний не зафиксировано. Специалисты предупреждают, что активность клещей сейчас только растет и просят жителей края соблюдать меры предосторожности. При выезде на природу пользоваться спреями, надевать светлую одежду. Не стоит забывать, что клещи находятся на траве или кустарниках, двигаются по телу вверх и только потом присасываются. Если клещ все же впился, нужно срочно ехать в травмпункт за специализированной помощью. Тем, у кого нет прививок, необходимо поставить иммуноглобулин, причем не позднее – 96 часов после присасывания клеща. К другим темам. У губернатора края Виктора Томенко появится мобильная приемная. Ее представители будут выезжать в города и районы региона, чтобы решать проблемы жителей. В состав мобильной группы войдут сотрудники администрации, губернаторы и правительство. Ожидается, что участники мобильной приемной будут оперативно реагировать на общественно важные вопросы из обращения людей, докладывать о результатах поездок к главе края. А также принимать меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан. Информацию о деятельности этого органа жители края смогут узнать на сайте краевого правительства и в соцсетях губернатора. И вот об одной из общественно важных проблем. В России, в том числе и на Алтае, не хватает сурдологов для слабослышащих и глухих детей. В нашем регионе их всего два, а требуется в четыре раза больше. Обсудить эту проблему, а также поговорить о современных методах реабилитации деток с нарушением слуха в Барнаул на неделю приезжали специалисты из Санкт-Петербурга. Подробности в сюжете. Вообще-то мне нравится настольный теннис. Я люблю выигрывать там. Вот я была на соревнованиях, вот в победе. Вот я пока ничего не выиграла. Девятилетний Матвей Сорокин ничем не отличается от своих сверстников. Учится в обычной школе, любит математику, чтение книг, мечтает победить на соревнованиях. А когда вырастет, стать врачом. Правда, каким еще не определился. Отличает его от одноклассников лишь встроенный кохлеарный имплант. Мальчиков год и семь месяцев проимплантировали. Он родился абсолютно глухой. И годам, наверное, я так предполагаю, к пяти, он уже был равный своим сверстникам, а то и раньше. Трудно представить, что этот ребенок мог быть глухим. А вот он будет дальше врачом, он хочет быть врачом, и он будет врачом. Потому что он эту проблему чувствует особо остро. А между тем остро в России стоит вопрос наличия в регионах сурдологов и сурдопедагогов. На Алтае таких всего два, при необходимых семи. Такой проблемы нет, к примеру, в Санкт-Петербурге. Именно оттуда и приехали специалисты пообщаться с алтайскими врачами, педагогами, родителями детей, чтобы помогать в решении возникающих проблем. Одну из них довольно острую озвучила депутата КЗС. К примеру, на какие средства восстанавливать ломающиеся на слуховых аппаратах датчики. Чтобы это было оплачивалось, потому что это не оплачивается федеральными средствами и краевыми средствами. Будем подходить, смотреть, с какой стороны. Или мы инициативу будем писать федеральные в нашу Госдуму, в правительство, для того, чтобы именно помочь таким детям. А это выходит где-то в год около 50 тысяч рублей. Если что-то ломается, у них это нужен ремонт. Гости из Питера уверены, большую роль в адаптации слабослышащих и глухих детей к нормальной жизни играют родители. Именно они должны вовремя заметить, что с ребенком что-то не так. То есть ребенок не разговаривает, сверстники уже развиваются полноценно, а ребенок может наблюдаться задержкой развития речи. И, соответственно, в этой ситуации это очень часто такой маячок, и родители начинают переживать, начинают искать причины, почему ребенок не разговаривает. И, соответственно, они обращаются к сурдологу. И там уже проводится диагностика, где мы можем выявить снижение слуха и, соответственно, посоветовать уже те методы реабилитации, которые применимы в данной ситуации. Специалисты из Питера осмотрели всех желающих получить консультацию, особенно детей, чьи родители планируют установить своим малышам кохлеарные импланты. На данный момент детей с имплантами в крае 200 человек. Но глухих и слабослышащих год от года становится все больше, отметили врачи. Говорили на встречах и о нехватке реабилитационных центров для таких деток. Гости из Питера все вопросы и предложения, которые были заданы на встрече в Барнауле, планируют направить федеральным властям, где, кстати, уже обсуждают, как сделать более доступной помощь сурдологов в регионах. Возможно, для этих целей будут переучивать лор-врачей. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов. День с толком. Три года, один месяц и 24 дня. Столько продлилось в мире пандемия коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, она унесла не меньше 20 миллионов жизней. Но человечество смогло победить коварную инфекцию. В конце мая глава ВОЗ официально заявил об окончании пандемии. При этом отечественные эпидемиологи совсем не исключают новых вспышек корона. Будут ли они более предсказуемы и менее опасны? И насколько серьезно пандемия повлияла на систему здравоохранения нашего края? Об этом в специальном репортаже. Сначала отрицание и скепсис, чуть позже принятие и дикий страх. В конце 19-го, начале 20-го годов человечество в реальности столкнулось с тем, что прежде было только в фантастических фильмах. Опасный вирус, вспыхнувший в Китае, с огромной скоростью стал поражать людей. Сейчас мы отправим в поселку маску. Но сейчас в Китае маски мало. Сначала заболевших тестировали и отправляли в самоизоляцию. Но инфекция быстро вышла из-под контроля. И в итоге все надели маски. В широкий обиход вошли такие понятия, как ПЦР, тесты, обсервация и сатурация. В Алтайском крае, как и везде, систему здравоохранения пришлось перестраивать на ходу. Поликлиники и скорые захлебывались от вала звонков и пациентов. В больницах, которые массово перепрофилировали под ковидные, люди лежали под ИВЛ. От воспаления легких, обострения хронических заболеваний, а также нередко миксы из вируса и бактериальной инфекции, смертность росла ежесуточно. Так на пике разгула короны каждый день в нашем регионе умирало по несколько десятков человек. Мы работаем в диком нагруженном режиме. Мы общаемся двумя корпусами. Мы ищем места, освобождаем места, готовые места. Тяжело и ночами не спим. Вчера было принято 71 пациент. Мы 65 пациентов выписали. Да, есть выжившие, есть выздоровевшие, но есть и скончавшиеся. К сожалению, статистика не очень интересная. Цифры называть не буду, она ужасающая. Мы теряем, особенно пожилое население с сопутствующей патологией. Вирус просто убивает людей. Альфа, бета, гамма, дельта, микрон. Мы пережили несколько волн коронавируса. После четвертой люди уже перестали считать. Массово вакцинировались, получали QR-коды и надеялись на скорое окончание безумия. Самое сложное, наверное, в работе, это для меня лично. Когда мне приходится сообщать о гибели мужа, жены, бабушки, брата, то они начинают рыдать мне в трубку, и у меня в саму ком в горле скапливается. Смотришь на улицу, то люди не верят, потому что они этого не видят. Потому что не видно, когда с окошка смотришь, и папа молодой человек, лет 40, кричит «Дорогая, живи!», а ребенок в 7 лет стоит на коленках и молится, просто плачет. От штамма к штамму, говорят специалисты, вырабатывался коллективный иммунитет. И медики начинали понимать природу все время мутирующего монстра. Но несмотря на то, что три года спустя, 5 мая 2023 года, Всемирная организация здравоохранения официально признала пандемию побежденной, вирус никуда не делся. Специалисты говорят, он с нами, как грипп или ОРВИ, теперь навсегда. И до сих пор подвергает риску немало людей, особенно пожилых. Мы регистрируем 50-70 новых случаев каждый день. Заболеваем, естественно, никуда не делась. Четыре госпиталя работают и работают с хорошей нагрузкой. У нас пациенты лежат в реанимации. То есть никто не застрахован, что вы сегодня попадете, а кто-то принесет эту инфекцию из наших посетителей. Вероятность того, что ковид скоро станет просто сезонной болезнью, большая. Но окончательные выводы, подчеркивают эпидемиологи, можно будет сделать после предстоящего осеннего эпидсезона. Этой зимой, к примеру, грипп, ОРВИ и ковид наступали то поочередно, то сразу вместе. Единственное, в чем уверены специалисты, так давить корона больше не будет. С ней научились бороться. Более того, на фоне, казалось бы, сплошных минусов пандемии, сегодня уже находят ее плюсы. Так, система здравоохранения Края за время разгола ковида отработала практику оказания медпомощи дистанционно, особенно введение консультаций и обучение специалистов. За период пандемии обновился парк лабораторного оборудования, тяжелого диагностического оборудования. Жизнь заставила это сделать. И то, что сейчас имеют на балансе медицинские учреждения, конечно, помогает оказывать медицинскую помощь, но, так скажем, уже в более спокойных условиях, повышает, безусловно, доступность оказания медицинской помощи здесь и сейчас. Оказалось, что даже в 21 веке человечество не застраховано от опасных смертельных инфекций. Опыт пандемии показал, пережить мы можем многое, но расслабляться никогда не стоит. Елена Макаренко, Дмитрий Денисов. День с толком. А теперь о довольно абсурдной истории, которую активно обсуждали всю эту неделю. И она в итоге прогремела даже в федеральных СМИ. В Барнауле девушки с инвалидностью предложили переехать в квартиру, которая находится на девятом этаже. Загвоздка в том, что лифт ходит только до восьмого. В странной ситуации разбиралась моя коллега Юлия Щепина. В таких условиях вынуждена жить жительница Барнаула Светлана Крюкова. Сирота с врожденным генетическим заболеванием, а после врачебной ошибки еще и колясочник. Сейчас она снимает комнату, которую оплачивает с пенсии по инвалидности. Три квартиры. Дверки узкие. Получается, ей сюда, ну как бы не в туалет невозможно попасть, не в ванну невозможно попасть. На кухню, на коляске попасть невозможно. Однако свое пространство для жития Светлана все же приспособила. Таким способом открываю и таким же способом закрываю. Это очень удобно. Несмотря на особенности, сама ведет быт, готовит, убирает комнату, заботится о двух домашних питомцах и даже работала в передвижном цирке. У пятерки вот это не тяжело поднимать. У нее руки... Но я делаю, как? Я вожу воду вот так, если вот, ну, на всякий случай. Да, у нее носка с дула, потому что руки задействованы. Потому что руки задействованы. Потому что руки задействованы. Крутить же надо как-то колесо. После окончания вуза пришлось выселиться из общежития, говорит Светлана. Куда дальше идти, непонятно. Как сирота, девушка должна получить жилое помещение. Сами же юристы университета подали в суд. Вот, что... Ну, прошел суд на то, чтобы ускорили процесс на получение жилья. Вот, в суде был... Ну, суд прошел в семнадцатом году. Решение в силу законную пришло в восемнадцатом в начале. Вот. И там у них было уже лично регионально, у них был срок. В течение трех месяцев они должны были предоставить мне либо временное жилье, либо уже саму квартиру. Ни того, ни другого они не предоставляли. Они писали описание, что у них нету средств выплачивать мне ежемесячно компенсацию по суду, да, чтобы я могла где-то снимать. Да, на временное жилье, чтобы арендовать там как-то. Около двух недель назад вдруг позвонили из ведомства, пригласили посмотреть квартиру. Доехали туда кое-как, еле-еле, да. Дорога очень длинная, но это на Южном, поселок Южный считается, да, и это очень далеко. Там рядом больниц нету, продуктовых нету. Ну, то есть как в поле в каком-то вот эти несколько домов стоят, даже не асфальтирована эта дорога. Для коляски лифт узкий, кнопки расположены довольно высоко, но самое главное, квартира находится на девятом этаже, а лифт идет только до восьмого. Девушка шутит, ей нужен пропеллер. С восьмого этажа нужно подняться еще на девятый этаж. Получается, два пролета. И мы не рискнули ее тащить сюда, потому что нужен был второй мужчина. По словам Светланы, по решению суда, ей должны были предоставить первичное жилье на первом этаже, оборудованное необходимыми техническими средствами. Она написала, что, так как я инвалид-колясочник, поэтому письмо, которое ей дали, в комментарии написала, что я не было доступа, просто физического доступа нет к этой квартире, чтобы посмотреть. Ну, а нам сказали, что квартиры только такие, в девятиэтажках, в пятиэтажках, и самый низкий этаж, там, по-моему, третий, что ли, сказали. Вот. И все, и на том и закончилось. И мы сказали, сиди, жди, когда мы тебе позвоним. Хотелось бы комментарий от вас получить по поводу Крюковой Светланы Леонидовны, вот жилья как сироте, на какой она очереди по счету. Запросы официальные делаете, мы по телефону такую информацию не даем. На официальный запрос ответили следующее. При подборе жилья специалист не знала, что Светлана Крюкова является инвалидом-колясочником. Мол, в решении суда это не указывалось, как и то, что необходимо предоставить жилое помещение на первом этаже. После обнародования истории в нашей программе, буквально на следующий день к Светлане пришел следователь. Оказывается, уголовное дело завели еще в сентябре 22-го года. Но потерпевшей Светлану признали только после выхода сюжета в эфир. Спустя двое суток девушке предложили посмотреть квартиру в удобном ей районе, на первом этаже многоэтажки. Светлана Крюкова осталась довольно предложенным вариантом. На следующей неделе девушка должна оформить документы, а к концу месяца отметить новоселье. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Дорожные работы на Чуйском тракте в разгар туристического сезона ограничат. С пятницы по воскресенье строители будут меньше занимать дорогу. В этом году в регионе капитальный ремонт проведут на шести участках Чуйского тракта общей протяженностью 45 километров. В пяти районах дорогу расширяют до четырех полос, причем третья часть в границах Чуйского тракта уже расширена. На данный момент движение организовано на шести участках, где ведут работы организованно по двум полосам, по одной в каждую сторону. Ограничивать движение и вводить реверсивное в этом сезоне планируют на двух участках. При этом будут предпринимать все меры, чтобы избежать пробок, сообщил на пресс-конференции руководитель краевого управления по туризму. Это планово-предупредительный ремонт моста через реку Лосиха в Первомайском районе перед селом Бояновские ключи. И в целях исключения заторов реверсивное движение будет организовано по окончании летнего периода. И ремонт покрытия, запланированный в Красногорском районе, где в выходные и праздничные дни по договоренности с ОПРДОР Алтай подрядная организация не будет выполнять работы, связанные с ограничениями движения. Жители края в этом году остались без прямых рейсов за рубеж. Из Барнаульского аэропорта нельзя будет вылететь в Турцию, в Египет, как это было ранее. Об этом накануне заявил начальник управления региона по развитию туризма. Рейсы сняли, так как туроператорам стало невыгодно осуществлять полеты за границу. В частности, в теплые страны, пояснил глава ведомства. На зарубежные курорты барнаульцы смогут попасть только с пересадками. Сейчас улететь за границу напрямую можно из Новосибирска. Толмачева сейчас в ближайшая воздушная гавань от Барнаула. А вот внутренние направления расширяются. Так, с 29 мая начнет действовать прямой рейс из Барнаула в Казань. Его запускает авиакомпания «Нордвинд». Вылеты будут проходить дважды в неделю по понедельникам и пятницам. Стоимость билета в одну сторону от 6 тысяч рублей. Спрос на комфорт, тишину, медицинский сервис и благоустроенные туалеты. Специалисты в области туристической сферы обсудили тревел-тренды на Алтай. Несмотря на то, что турпродажи в этом году начали падать, интерес к отдыху в нашем регионе по-прежнему высок. Так чем же туризм на Алтае ежегодно притягивает миллионы человек, расскажет Валентина Аскерова. У туристов спрос на два Алтая стал выше. Это подтверждают ведущие эксперты в области туризма. Шкала интереса взлетела вверх во время пандемии коронавируса в 2021 году. Но в 2022 интерес постепенно начал угасать. В этом году глубина продаж обмелела сильнее. Наши коллеги делали исследование. Один из ведущих туроператоров по внутреннему туризму. Они ежегодно проводят маркетинговые исследования. Поэтому пока цифры немножко не обещающие. На 14% у них интерес упал по их продажам. Ну, у них основные продажи практически по Алтаю и вообще по России. Нужно такую сделать оговорку. На 14% это из европейской части страны. Вот именно январь-февраль по продажам на этот сезон. Связано это в основном с увеличением цен на авиаперелеты и на сами туры. Отели премиум класса сильно задрали ценник. Так, сутки на одной из баз Телецкого составляют 330 тысяч рублей. Средняя цена на проживание в добротной базе на берегу Катуни с панорамными окнами 5-6 тысяч рублей. Но это нынче не дешево, особенно для жителей Алтайского края. Я могу сказать, что за сегмент средний, средний плюс и выше, да, вырос процентов на 25. Причем собственники объектов размещения стали применять такую хитрую систему, динамическое ценообразование, которое сложно просчитывается. И когда тебе нужно в моменте что-то снять, как правило, цена еще выше, чем та, на которую ты предполагал. Изменились тренды и в запросах. Большинству туристов подавай хороший благоустроенный объект размещения. Так, тот же отдаленный Кошагачский район новым веянием начинает все больше соответствовать, отмечают эксперты. А вот что касается необходимых доработок, то главное – тревел-боль Алтая – уборные. Система туалетов – это головная боль всех туроператоров. И либо за редким исключением иногда неработающие туалеты на перевалах, Семенский Чикитаман за какие-то там условные деньги, либо их отсутствие. И было бы здорово, конечно, если бы были организованы специальные места под санитарно-гигиенические какие-то процедуры. Тем не менее, люди на Алтай едут, несмотря на высокие цены, дефицит туалетов. Причем некоторые готовы отдыхать более скромно – за 300 рублей в палатке. В удаленных, труднодоступных местах без сотовой связи и тет-а-тет с природой. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. По мнению экспертов, у внутреннего туризма в России начинается новая эра. Прежде всего, будут выигрывать те регионы, которые наиболее успешно на практике применят макрорегиональный подход. То есть, создадут цепь связанных между собой маршрутов. О том, как федеральные тренды реализуют сегодня на Алтае, рассказала в интервью глава Алтай-турцентра Александра Томашевич. Как непосредственно вы реализуете их в нашем регионе? Трендов действительно огромное количество. И благодаря нашим коллегам, партнерам, которые занимаются профессиональным изучением таких основных туристических направлений, мы имеем возможность эти тренды включать и встраивать в свою работу. Например, тренд на короткие поездки, о котором сегодня много говорили на встрече, и который активно наблюдает Центральная Россия, мы у себя его тоже видим. Это тренд, который подразумевает, что гости передвигаются в соседние регионы на выходные. Сегодня у нас сформировано большое количество предложений по Барнаулу, по Бийску, по коротким поездкам в Белокуриху, когда гости соседних регионов, когда жители края могут съездить на выходные по готовому некому пакету. Кроме того, то, о чем тоже опять-таки коллеги много говорят, тренд на уединенность, тренд на погружение в природу, этот тренд тоже есть. И, конечно, Алтайский край этому соответствует полностью, потому что у нас таких мест много. Тренд на познавательную составляющую программ, на вот эту научную составляющую, когда мы имеем возможность включить ботанику, биологию, геологию, и такие места тоже у нас в прямом доступе. В неком у нас есть эксперты, которые могут об этих местах рассказать. Тренд на гастрономию, на то, чтобы гости кушали блюда, приготовленные из местных специалитетов. В крае сегодня разработан гастрономический путеводитель. Есть большое количество объектов питания, которые у себя в меню разрабатывают или специально отдельную вкладку, или в рамках меню основного разрабатывают блюда, приготовленные только из местных продуктов. Дальше тренд на событийную составляющую, когда гости приезжают в регион для того, чтобы посетить какое-то событийное мероприятие. Одна из интересных локаций в крае – это, конечно, город Бийск. Сегодня Бийск является тем пунктом, который либо объезжают по объездной дороге, двигаясь дальше на Алтай, либо проезжают транзитом. Но Бийск купеческий, Бийск научный, Бийск познавательный, Бийск исторический – это действительно то место, которое достойно невероятного внимания, потому что тот купеческий квартал, который есть в Бийске, но я даже не знаю, в каких городах Сибири, наверное, можно сравнить с тем, что мы сегодня видим в Бийске. Многие местные жители, специалисты считают, что Алтайский край в силу его географических особенностей, особенностей ландшафта, уступает соседнему региону Республики Алтай. Вот такое соседство, оно как-то отражается вообще на сфере? Есть какие-то минусы, плюсы? Мне кажется, что корректнее все-таки говорить о том, что, точнее не так, неправильно сравнивать наши регионы. Важно понимать, что гости, приезжающие в Алтайский край, гости, приезжающие в Республику Алтай, это не всегда одни и те же гости. Во-первых, у нас есть поток, для которого важен вот этот межрегиональный маршрут, который могут посмотреть Степной Алтай и потом посмотреть Горный Алтай. Во-вторых, у нас большое количество гостей, которые приезжают с целью оздоровления на территории Алтайского края. Поэтому, на мой взгляд, конечно, сила в коллаборации, не в противопоставлении Алтайского края и Республики Алтай, а в объединении. Потому что то, что есть на территории Алтайского края в Республике Алтай, нет и наоборот. Ну, не могу не спросить про наболевший вопрос, извечный вопрос, да, уровень сервиса. Вот скажите, как-то отражается он на привлекательности в принципе региона? Встречаетесь ли вы с жалобами каких-то отдыхающих из других регионов стран? Или же сейчас уже как-то ситуация скорректировалась, не влияет вообще и нет взаимосвязи? Ну, думаю, что это вопрос в первую очередь, наверное, к туроператорам, которые получают прямую обратную связь от гостей. Но было бы странно, если бы был какой-то регион, который бы сказал, нет, мы не получаем никаких недовольных отзывов от туристов, у нас все опять с плюсом. Так не бывает, да. Тем более, что мы понимаем, что за последние три года турист изменился в силу ограничений по выезду из страны. Туристы, которые раньше привыкли отдыхать в других странах и знакомы с другим уровнем сервиса, они здесь, внутри России, не всегда его получают. Поэтому, конечно, есть, ну, скажем, не негативные отзывы, но есть некая обратная связь, некие пожелания, рекомендации, да, которые в первую очередь связаны с достаточно плотным трафиком на Чуськом тракте и вот этой вот необходимостью стоять в пробках. Но здесь, конечно, благодаря партнерам, благодаря нашим коллегам-туроператорам, они закладывают больше времени, они включают какие-то аудиогиды, они предупреждают туристов заранее. Поэтому, да, это в качестве некого пожелания мы слышим, да, но сказать, что это является причиной, чтобы не ехать, нет, конечно. То, что касается придорожного сервиса, это второй момент. Если у нас по Чуськом тракту этот придорожный сервис сегодня есть, и он достаточно комфортный во всех остальных направлениях, ну, не всегда, да. То, что касается объектов размещения, наверное, тот же самый, тот же самый комментарий. Есть более раскрученные или более популярные туристические направления, в которых, конечно, уже средства размещения разного уровня. Есть менее популярные, в которых этих средств размещения пока еще недостаточно. И поэтому есть необходимость их бронировать заранее, когда туристы просто прилетают или приезжают из соседних регионов, рассчитывая, что они приедут и на месте поселятся. Нет, к сожалению, не всегда так получается, особенно высокий сезон. И в завершении выпуска о большом культурном фестивале, который проходит в крае в эти минуты. В регионе стартовала 17-я по счету музейная ночь. Для барнаульцев начали работу порядка 50 культурных площадок. Программы подготовили как крупные музеи, так и частные мастерские, парки и зоопарки. Куда можно сходить в эти выходные и что интересного нас ждет, расскажем далее. Ночь в акции Ночь музеев понятие растяжимое. Например, официальное открытие состоится в 18.00 на Молотобольской. А в парке Изумрудный в 16.00 барнаульцев ждет развлекательная программа по мотивам советских мультфильмов «Детство навсегда». А также показательное выступление радиоуправляемых кораблей, биологическая экскурсия «Жизнь муравья», выставка экзотических животных и мастер-классы. Будет детское караоке, показ детских мультфильмов, выставки ретро-игрушек и ретро-открыток, выступление духового оркестра, ну и многое другое. Насыщенная программа будет и в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Здесь музейная ночь начнется в 7 вечера. Барнаульцев ждет мастер-класс по изготовлению мозаики из стекла. Квиз на тему «Четвероногие герои», а в 8 вечера – экскурсия с директором зоопарка. Честно хочу сказать, мы впервые в таком формате участвуем в музейной ночи. Приготовили очень интересную, своеобразную программу. У нас очень много новостей в зоопарке. И обо всем этом мы расскажем в ходе этого замечательного события. Яркую программу для барнаульцев подготовила и команда горной аптеки. Гостей ожидает театрализованная экскурсия, а также застолье, большой чан ароматного глинтвейна. И каждые полчаса – магические сеансы путешествия в потайные подвалы 19 века, городские легенды, ожившие духи и многое другое. Три площадки подготовил и Краеведческий музей. На одной из них на ползуново 7 вечера начнутся выступления Центра исторического фехтования, старинного и современного танца. А закончится все дискотекой от команды «Диско-80». Начинаем в 22.00 и танцуем до часу ночи под легендарные хиты 80-х, евродиско, совет диско и в конце традиционная дискотека 90-х. Цена входных билетов во все музеи будет составлять 100 рублей, а для удобства барнаульцев продлен и общественный транспорт. Большинство площадок города будут работать до 2-х часов ночи. Не проспите. Дмитрий Дроздов, День с толком. И на этом у меня все новости. Такой запомнится третья майская неделя. Я же напоминаю, что для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». Хороших выходных и до встречи в эфире. Продолжение следует...